В Приморье увеличат количество белорусских специалистов, задействованных при возведении социально значимых объектов. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора края Олега Кожемяка и заместителя министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Александра Швоюнова. Губернатор отметил, что белорусские строители уже хорошо зарекомендовали себя при возведении социально значимых объектов в нашем регионе. У вас, ваше министерство, когда по распоряжению Александра Григорьевича Лукашенко, президента Республики Беларусь, были отправлены белорусские строители для возведения хореографического училища музыкального, школы. Были отправлены те специалисты, которые понимают в инженерных сетях, во внутренних, в отделочных работах. Это, наверное, самое сложное, что всегда есть в строительстве завершающая фаза. И сейчас эти работы подходят к завершению, в том числе благодаря тому, что в них принимают участие белорусские специалисты. И, конечно, впереди строительство центра на Оксаковской, где заканчивается бетонная работа. Тоже потребуется много специалистов для того, чтобы заниматься инженерными сетями, для того, чтобы заниматься отделкой. И мы проговаривали с руководством республики, с председателем правительства Роман Александровичем о том, что необходимо усиливать группировку белорусских строителей до 300-400 человек. Министр строительства Приморского края Виталий Блотский во время рабочей встречи доложил об объектах строительства, которые сейчас возводятся в регионе или планируются к возведению в ближайшее время. В частности, речь шла о новых спортивных центрах. Замминистра архитектуры и строительства Республики Беларусь Александр Швоюнов отметил высокую заинтересованность в межгосударственном сотрудничестве. Мы, конечно же, заинтересованы в продолжении нашего сотрудничества. Мы уже здесь с коллегами обсудили различные направления и на будущее перспективы. Италий Блотский нам обрисовал картину, какие объекты планируются строить. Мы, со своей стороны, также предложили в клубе и в проектировании. И в проектировании строительной документации у нас есть определенные возможности. Ну и, соответственно, по строительству в будущем и объектах социальных культурных назначений мы обсуждали схему взаимодействия. Имеются у нас определенные опыт в Калужской области. Мы все реализуем уже объекты. И, соответственно, мы готовы предоставить информацию и схему, по которой мы работаем. Напомним, официальная делегация от Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяка находится в Республике Беларусь. Специалисты уже договорились о поставках белорусской техники в регион, а также о том, что Владивосток и Минск в ближайшем будущем может связать прямое авиасообщение.